Дорога была построена, давайте, по стандартам, наверное, годов 80-х. Рассчитана, давайте... В 70-х. В 70-х, давайте так. Даже вы еще более пессимистичны. Ну, мы реалисты просто. То, что то покрытие и какая технология для строительства этой дороги использовалась, мы тоже не будем внедряться, мы все друг друга понимаем. На какую нагрузку и на какие машины эта дорога была рассчитана, тоже мы это прекрасно понимаем. Рынок растет, растет технология перевалки, перевозки грузов и тому подобное. Не перевозчик, я не могу тоже прямо косвенно обвинить перевозчика, что это он виноват, потому что перегружает машину. Ему диктует бизнес и рынки. Да, наверное, я не знаю, фактов не видел, только вижу визуально это, как автолюбитель. Он занимается тем, что перевес кладет на машину. Но опять же, он платит дорожный сбор. Украфтодор вкладывай в дорогу, модернизируй ее, укрепляй покрытие, меняй технологии и тому подобное. То есть перевозчик пошел вперед, порт Южный, условно говоря, порт Южный, порт Одесса, идет вперед по наращиванию грузопотоков для этого дела. А дороги как встали, так и стоят. Начиная с 80-х годов, как нам от СССР достались дороги, назовите мне хоть одну новую построенную трассу. Ну, есть, Киев, ЧОП. Ну, Киев, ЧОП. А если, хорошо, если брать, допустим, ну вот представить себе, вот как вы видите вообще эту дорогу? Вы как человек, у которого уже большой опыт, и вот что вы от этого проекта видите, ну вот как вы его представляете? С разделением грузового и легкового автотранспорта, однозначно. Первая категория. Первая категория, однозначно. Другого не нужно. Это жизнь диктует и показывает на перспективу. Потому что, если мы этим сейчас не будем заниматься, легче будет потом эту дорогу не то что закрыть, с одной точки зрения, это безопасность и здоровье жизни людей. Вы знаете великолепно, какие здесь страшные аварии частенько происходят из-за грузового автотранспорта. Поверьте, все портовые операторы собирались по совету порта по этой дороге. В прошлом году, да, Олег Иванович, по-моему, я вам честно скажу, с 11 до 4 часов сидели дорогу, обсуждали. Только дорогу. Был Лещенко Сергей Васильевич, который докладывал об этой дороге, рассказал все полностью. Возможные механизмы финансирования. Вместе с ОПЗ Севастьяновым, с тем же Бариважем, Тисом, Катвицким, главным инженером Тиса, собирались и вот дорогу все полностью проезжали, смотрели, фотографировали и осмечивали хотя бы на первое время текущий ремонт. Кроме Тиса, который вложил хоть на какой-то ваточный текущий ремонт деньги в своей части, вкладывают в объездную дорогу, бетон, на 700 парковых мест заканчивают строить отстойник. Они в этой части делают все необходимое, чтобы разгрузить эту дорогу. Но портовый оператор не в состоянии, скажем так, профинансировать строительство серьезной этой дороги. Поэтому тут надо переходить к проектированию, к поиску подрядчика, дальнейшего инвестора, точнее инвестора и подрядчика для того, чтобы строить серьезную нормальную дорогу.